В этом видео я расскажу вам, что туристы привозят из Таиланда. Поделюсь информацией о ценах на сувениры, тайскую косметику, одежду, чаи и на многое другое, что везут из Таиланда. Фрукты, какие вам нравятся. Килограммового ограничения по вывозу фруктов из Таиланда нет. Есть запрет только на вывоз специфического фрукта дуриана. Выбор фруктов весьма богат и разнообразен. Нужно понимать, что цены на сезонный период стоят в 2-3 раза дороже. И в ноябре цены мангустин 100 бат, ананас 25, а другой мангустин 150 бат, манго 100 бат. Пассион фрукт 20 штука. Это вообще не знаю, что это такое. Манго зеленая 70. Тайское мыло в виде фруктов и цветов. Красивый и ненавязчивый сувенир из Таиланда, который точно будет использован. Продается повсюду. На рынках, лавочках, супермаркетах, специальных магазинах. В общем, даже если не искать, оно все равно попадется само. В Таиланде огромный выбор тайских скрабов для тела, которые продаются в аптеках и отделах с косметикой и моющими средствами. Эффект потрясающий. Скрабы можно пробовать любые. Я думаю, каждый найдет что-то именно для себя. Скрабы можно пробовать любые. Скрабы можно пробовать любые. Скрабы можно пробовать любые. Очень вкусно. Вот такое красивое мыло. В красивых коробочках продается. Болто из кокоса сделано. Вот эти разрисованы. Пахнет необыкновенно. Жалко, что камера не передает запаха. Как выгодно совершать покупки в Таиланде? Нужно торговаться. Там, где нет ценника. Петь идет прежде. Все-таки о рынках. Вот еще одна тема для того, чтобы привезти. Это масла для аромалам. Hello! Очень приятно пахнет. Разных разных фасонов. Разных разных фасонов. Роза, засунь. Роза, засунь. Намного много чего. Стоимость 200 бат в коробочке. Стоимость 300 бат. Да? Да. Это для дома. Тестер. Да, ну что такое запахнет? Просто убрать там бочек лучше. А вот это что такое? Мазь какая-то. Это круто. 250 бат. Не спроси. Вот и здесь. А, бодискряп. Да, есть такое дело. Зеленый чай. Смотрите, что мы там покупаем. Она зак стреляет. Как и. Это выглядит слишком ужин. Да, это выглядит. Да, ван trust. Чайно. Что? Это чайно. Да, это это прокат. Кажем. Здесь мы приобрели интересные кофточки. Из Индии. он сказал что он из индии из кашемира и у него представлена продукция из натурального хлопка здесь красивые рубашки ручная работа стоит недорого такая рубашка хлопковая мы приобрели себе советуем и вам thank you very much здесь такие коврики есть купить шелк в Таиланде намного проще так как он продается по сравнительно низким ценам изделия из шелка можно привезти из Таиланда себе или в подарок близким и знакомым также можно привезти в подарок шелковые платки от 6 долларов шарфы, галстуки от 23 долларов халаты, рамки для фотографий шелковые рубашки от 34 долларов сумки, кошельки и многое другое шелковые рубашки от 34 долларов каково? 180 долларов 180 Ну и что? Ну возьмем его, если Дискаунт можете Может дискаунт, если вы возьмете 2 Окей Сколько? 124 Недорого? Возьмем, они вкусные Масло Масло маленькое 250 Это 200 Сейчас и по 35 О, это этот самый Возьмем Такое мыльце есть еще Возьмем А здесь мыло Кукуруза Папайя Кукуруза Папай Так это ничего Вот, да Ну давай останемся на 4 Тайские бальзамы и мази чаще всего содержат натуральные масла. У них по большей части разогревающие свойства, так что идеально подходят при болях в мышцах, при травмах и ушибах. Бульсиню чай. Шоколадки из зеленого чая. Это вещь номер один, которую нужно везти из Таиланда. Своеобразный сувенир для здоровья из Таиланда. Подушки из натурального латекса. Вот такие 3D картины мы тоже привозили из Камбоджи. Найс. Очень красиво. Из Камбоди? Камбоди? Все красиво. Конечно, это в Камбоди. Такие деревянные фигурки 3D делают в Азии очень красиво. Резные картины мы себе привозили из Камбоджи. Очень нам нравится. Вот такая картина в Камбоджи стала 40 долларов. Найс. Найс. Конец. Найс, ты готова? Балли? Есть и слайд. 我 не может. Постой ли. Нет, все еще красиво. Вот все задаются, что привезти. Вот посмотрите, есть манго, слайсы, сухие, дуриан, конфетки, очень большое множество, мангустин, конфетки, ананасовые конфетки, алоэ вера конфетки, банановые. Что бы вы думали, что это такое? Это черный перец, только не созревший. Очень популярный перец, растет вьющиеся растения, вот так собираются такие гроздья. Потом, когда он созревает, они чернеют, получают черный перец. Вот этот перец добавляют во многие тайландские блюда, они только в Таиланде, в Камбодже, в Вьетнаме. Мало кто живем, его видел, вот этот настоящий. Ну, очень ароматный, вот когда бросаешь такую гроздочку зеленую, очень ароматный получается суп, или второе можно приготовить. Вот кокосовое масло тоже наши туристы очень любят привозить, как косметическое средство, которое можно привезти как сувенир. Вот такое я покупала, папайя мыло. Очень понравилось, пахнет хорошо. И вот такое, это что у нас? А, алоэ вера, тут и мангустин. И вот такое вот тоже мыло. А вот перечное мыло, пожалуйста, с перцем. Вот. Да. Тоже хороший подарок кому-то, наверное. Прикольный, да. Ну, вот тут мыло тамарин. Вот здесь это что? Ну, в общем, если вы хотите привезти что-то такое интересное, вот мыло тоже подойдет. Вот здесь тоже вот такое мыло тамариновое. Такое мыло я привозила. Очень пахнет хорошо. Да, лучше бромки такие. Вот, смотри, видишь? Это кокосовое мыло. И многие везут зубную пасту из Таиланда. Сейчас я вам покажу. Вот это вот такая лежит. Это галькуль. А, вот она. Да. Вот это зубная паста. Она соленая. Очень хорошо чистит, отбеливает зубы. На Алиэкспресс стоит такой у тюбика 500 рублей. Здесь маленький стоит 25, но можно иногда по акции купить два больших за сутки. Том-ям, том-ка. Приправы для приготовления тайских супов продаются в мягкой или твердой упаковке. Практически во всех супермаркетах Таиланда. Искать возле быстрорастворимой лапши и консерв. Выглядеть может так в любых других упаковках. Хочешь, что купишь? Такие мази. Есть тигровая мазь со слоном. Всё это для суставов. Очень хорошие подарки. Такие карандаши мы привозим всегда. Очень помогает от насморка. От укачивания, от кашля, от головной боли. Проверено, протестировано. Ну, в общем, такой обзорчик. Спасибо. Спасибо. Спасибо.